Это что у нас за пицца? О, мама моя, ёшкин кот, а! Короче, вот я пока тут скидывала, скидываю с камеры видео на комп. У меня тут лежит коробочка из-под пиццы. И в ней были такие звуки, точнее, в коридоре, я решила глянуть. Оказывается, это кот забрался в неё. Как давно я не снимала на этот фотик. Ну, я Бардакевич, немножко, небольшой. Как давно я не снимала на этот фотик. Я хотела сначала сфоткать на телефон, но это как-то... Пока найдёшь этот телефон. Вот оно. Конструкция. Ниппель. Залью прям без бандала, как есть. Вот уже одна минута. Киша, ты там нигде не вылез. Баночка с кормом, которая, вообще-то, должна стоять под крышечкой. Из неё доставаться, но вот мы последние месяца полтора любим жрать исключительно из этой баночки. Иногда из мисочки. Тут у нас разный корм, разнобой вообще. Один заканчивался, другой купила и что-то так смешала. Вообще от разных производителей. Тише. 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 Пум-пум. Тише, посмотри в камеру. А, да, кстати. Забыла же. Съедобное, несъедобное. В общем, тут у меня было масло каждый день подсолнечное из Ашана. Накрейка, правда, творилась. Но долго ждало, когда я обозрю его и что-нибудь еще. Но так как что-то как-то никак все. То, наверное, этот ролик с котом будет в плейлисте съедобное, несъедобное. Очень хорошее масло, люди. Подсолнечное. Вот бывает подсолнечное масло с каким-то привкусом странненьким. Бывает такое, что вообще как-то не то, не все. А бывает очень такое хорошее. И вот внезапно бюджетное, хорошее подсолнечное масло. Причем кайф уже не помню. Но что-то как-то дофига бюджетно. И теперь оно идет перерабатываемый мусор. В общем, вот такие пырагы. И да, вот это варенье тоже очень хорошее. Тут в составе сахар и малина. Больше ни черта. Вот теперь, люди, всем пока. Да, вначале надо было, наверное, сказать привет. Горосλαдивte. Пока не тропает. И разрыв лепетно может быть У героя.